сегодня у нас рубрика зверский инструмент защита от перегруз позволяет двигателю эффективно охлаждаться здесь и плавный пус поддержка оборотов кожух никуда не смещается посмотрим все-таки что внутри насколько сильно пыль это сварочный цех может все всем привет вы на канале мастер форум с вами тестовая команда потребителей сегодня у нас рубрика зверский инструмент потому что разговаривать будем про инструмент со зверским названием зубр и начнем с самой популярной наверное саду как минимум с одной из самых популярных разновидностей это угло шлифовальные машины у зубра две новинки ушем p125 750 и ушем p125 1500 и pst это две новых болгарки очень интересные по своему виду содержанию и применению сейчас будем рассказывать и показывать коротко о характеристиках машинки под круги 125 миллиметров у младшая мощность 750 ватт у старше 1500 ватт и здесь есть полный набор электроники здесь и плавный пуск здесь и поддержка оборотов под нагрузкой здесь защита от перегрузки от перегрева и так далее и здесь же регулировка скорости вращения то есть для сравнения как стартует машинка без плавного пуска момент запуска нет резкого рывка что в принципе сейчас это например да вы не очень важно потому что нет никакой оснастки а когда будет стоять какая-нибудь корчетка вот тогда этот рывок может быть очень даже чувствительным таким поэтому плавный пуск это приятно и удобно здесь есть поддержание постоянных оборотов под нагрузкой здесь же есть защита от перегрузки надеюсь нам удастся показать как она работает обороты регулируются в диапазоне от 3000 до 9500 оборотов в минуту регулировка используется для шлифовки для обработки каких-то материалов которые надо допустим не поджечь или снимать аккуратно не слишком агрессивно то есть древесина это различные пластики может использоваться для шлифовки удаление какой-то старой краски но это необязательно а вот именно главным образом под древесину это и рассчитано несколько слов о том зачем в принципе нужны шлифовальные машины они хоть называются шлифовальными но используется но как минимум в половине случаев как и еще и отрезные ими режут металл в абразивными дисками любой практически ими режут минеральные материалы кирпич бетон тротуарную плитку все что угодно в том числе с арматурой алмазными дисками ими шлифуют металл убирают с него ржавчину убирают старую краску шлифуют просто металл снимают металл защищают сварные швы снимают какую-то окалину после сварки то есть тотально полная обработка различными видами абразивных шлифовальных кругов различными видами этих какой-то оснастки есть даже расходники для резки древесины в том числе с гвоздями саморезами и прочим мусором по которому могут не работать например дисковые пилы или что-то еще так теперь расскажем о том чем машинки интересны в чем их преимущество скажем так по сравнению с конкурентами начнем с защитного кожуха кожух из толстого металла он высокий иногда бывает поменьше он с такой вот завальцовкой по внешнему краю и вот эта завальцовка это важный элемент она позволяет ставить различные пылеудаляющие насадки сторонних производителей они существуют но они рассчитаны именно на кожухи с такой завальцовкой с плоским краем с прямым а ее не поставишь кожух регулируется меняет положение без помощи инструмента причем он фиксируется в выбранных положениях это очень важно потому что это дополнительная безопасность здесь есть скажем так защита от проворот то есть при ударе кожух никуда не смещается вот его поставили например он никуда не едет если кожух который фиксируется винтом или даже эксцентриком он при таком ударе может ехать а это считается небезопасным скажем так европейцы у себя считают что надо он должен быть зафиксирован здесь вот сделано прямо по европейски фланец сам фланец рифленый с резиновым кольцом прогрессивный скажем так вот но фланцевая гайка она обычная под ключ здесь никаких сюрпризов скажем так нет очень важная особенность это тонкий корпус вот он практически пальцы сжимаются в таком варианте применение машинкой можно работать одной рукой достаточно уверенно и надежно контролируешь надежно держишь и даже полутора киловаттная она в принципе тоже почти полный охват то есть она узенькая у нее узенький корпус который можно охватить руками как это достигнуто сейчас откроем и покажем там интересно сетевой кабель у обеих модели длинный три с половиной метра в резиновой изоляции морозостойки два по одному миллиметру квадратном площадь сечения кабель хороший вот это вот пятерка на кабель это не длина 5 метров как я сначала подумал это пятилетняя гарантия кабель на три с половиной метра не 5 но тоже хорошо пусковая кнопка крупная легко включается фиксируется включенном положении легко выключается одним движением небрежным здесь все как должно быть теперь достанем двигатель покажем сам двигатель здесь интересно вот кстати интересный важный момент редуктор можно повернуть с шагом 90 градусов это на случай если вам нужна была кнопка пусковая например не под большим пальцем а в любом другом месте редуктор поворачивается и ставится в любом угловом положении достаем вот он моторчик значит что здесь есть интересного первое мы видим бронирование обмоток ротора вот эти вот сеточку вот это вот это армидная нить она при вращении сливается в такой экран и не дает пыли бомбардировать обмотки при том в отличие от сплошной заливки лаком которая использовалась раньше не лаком таким твердым компаундом она не ухудшает теплоотвод то есть она позволяет двигателю эффективно охлаждаться в плане температурной нагрузки кстати двигатель интересный то есть в гости такое понятие класс нагрева стойкости изоляции так вот здесь до 180 градусов допускается нагрев это насколько я помню максима и максимум который сейчас существует то есть 9 скажем так теплолюбив весьма так вот вот это вот колечко резиновая шайбочка это во-первых демпфер во вторых она же элемента защиты заднего подшипника от пыли здесь есть буртик который препятствует проникновению пыли внутрь и главный элемент это сам собственно говоря корпус вот там внутри да то есть там такой колодец который вместе с этим вот кольцом и с этим буртиком образует лабиринт это лабиринт как раз не позволяет пыли добраться в подшипник ну и как видим статор тоже залит компаундом обмотки прямо на глухо то есть абразивная пыль ему не страшно вот это белое кольцо это как раз элемент системы поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой двигатель полтора киловатта хотя он достаточно компактный узкий но он длинненький он плотно там плотная намотка проволокой поэтому такая мощность вся система неплохо защищена от пыли весьма неплохо в том числе абразивный так что инструмент подходит и для обработки минеральных материалов как раз на них то болгарки летят в первую очередь минеральная пыль крайне агрессивно что резать кирпич бетон и так далее этими ушенками можно а собираем и попробуем в работе как приятно когда соединено на торксах они на филипсах ничего не выскакивает все легко откручивается и закручивается так попробуем отрезать кусок 75 уголка отрезанным диском миллиметровым ну при мощности полтора киловатта совершенно не удивительно что она режет она и должна резать вот попробуем что-нибудь чуть более экзотическое например шлифануть вот кусок трубы от ржавчины вот металлическая корчетка стальная и ржавая труба попробуем и Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы посмотрите, какая она становится нарядная. Прямо вот дошлифовать и можно продать как новую, как раритетную такую. Прямо вот только с прокатного стана завода. Ну, вот такой прекрасный кусок ржавой полосы, наверное, сантиметров, миллиметров 12, наверное, толщиной. Ну, вот попробуем убрать вот эти вот наплывы, после газорезки, видимо, остались, лепестковым кругом шлифовальным. Лепестковый круг, между прочим, с циркониевым зерном. Ну, здесь обороты можно и поставить повыше. Нам, в конце концов, здесь важна производительность и не сильно важно, что мы там что-то перегреем. Ну, оставлю максимальный. Все, погнали. Это сварочный цех. Здесь по нормативам дым должен быть такой, чтобы топор весом 1 килограмм свободно висел в воздухе на высоте 1 метр от уровня пола. Дым должен быть такой, чтобы топор весом 2 килограмм свободно висел в воздухе на высоте 1 метр от уровня пола. Что-то это не похоже на сталь 3. Тяжеловато поддается обработке циркониевым зерном. Может быть, что-то другое. Теперь уже за давности и лет не установишь. Ну, здесь все ожидаемо. Металл снимает достаточно быстро, ржавчину снимает. Работает так, как должна работать полтора киловаттная болгарка с достаточно агрессивным шлифовальным кругом. А теперь попробуем проверить защиту от перегрузки. Возьмем обзирочный абразивный круг, бакелитовый, и попробуем задавить, как говорится, болгарку вот этим кругом. Я больше никаким другим не смогу дать такую нагрузку, чтобы вот ее прямо остановить. А задача именно в этом. Мы можем перегрузить ее так, чтобы она отключилась, и проверим, при какой мощности это произойдет. Вот у нас есть ваттметр, который будет показывать нагрузку. Мы на него вторую камеру поставим параллельно и посмотрим, что он нам покажет. Итак, подключили вторую камеру, поставили ваттметр. И смотрим, на какой мощности она отключится. Есть. Производитель заявляет, что защита настроена на 2,3 киловатта. То есть при номинальной мощности 1500 ватт защита работает на 2,3. Запас здесь, скажем так, запас на то, чтобы двигатель работал нормально, не перегревался, большой. И тест показывает, что так оно и есть. Отключилось где-то на 2,230 примерно, вот то, что мы все успели зафиксировать. То есть, ну, плюс вот 70 ватт, допустим, это не успела система отобразить, наверное. Где-то в этом диапазоне отключение и произошло. Без обмана. Ночь, улица, фонарь, алмазный круг, зубр. Режем бетон, посмотрим, сколько внутренне летит бетонной пыли. Порежем тут бетонный блок, который, кстати, весьма завалялся. А, это бордюр. Это любимый московский бордюр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как делал Пыль очень липучая Очень зловредная и агрессивная Ну да, внутри ее много Здесь аналогично Потому что крыльчатка воздух захватывает на охлаждение двигателя, гонит И естественно здесь пыли много Нам самое главное, чтобы ее было немного в районе подшипника Так, ну следы пыли несомненно мы видим Их тут достаточно много Смотрим, что там внутри Смотрим на подшипничек Подшипничек-то вроде бы чистенький То есть пылезащита работает, судя по всему Попробуем посмотреть, насколько нагревается редуктор при работе Вот у нас сейчас здесь около 20 градусов температура в помещении Температуру редуктора смотрим пирометром 34,6 Ну примерно где-то в районе 35 градусов Сейчас 5 минут пошлифуем металл И посмотрим, сколько покажет температуру после этого Пирометр показывает 40 Как-то сомнительно, но вот так вот прикладываешь И в принципе терпимо вполне То есть не обжигает, значит меньше 50 Потому что когда рука не терпит, считается это 50 градусов Ну нагревается не так уж сильно, как ожидалось Даже при достаточно интенсивной работе Это значит, что здесь достаточно эффективный теплоотвод От алюминиевой поверхности редуктора И плюс достаточно эффективная продувка То есть охлаждается нормально Проверяем возможность работы одной рукой Ну это конечно сугубо вспомогательный режим И грешить им ни в коем случае не надо Если есть возможность работать двумя руками Надо работать двумя руками держать инструмент Но если надо куда-то вот где-то подлезть Вот что-то сделать и двумя руками никак Только одной То инструмент с тонким корпусом позволяет это сделать В принципе, вот что мы здесь и видим Но первое, они компактные Это уже достоинство Можно работать одной рукой Достаточно мощная 750 ватт Машинка для отрезных работ Или тонких шлифовальных Каких-то деликатных Полтора киловатта Регулировка оборотов Высокая мощность Шлифовка, в принципе Хоть металла, хоть обдирка Хоть грубая обдирка металла Зачистка сварных швов Может все Греется не очень сильно Двигатель высокотемпературный Работает с высокой нагрузкой Защита от перегрузки есть Настроена на очень высокие токи На 2,3 киловатта Только там отключилась В общем-то мощный, удобный, универсальный Помощник, в том числе и на производстве С хорошей защитой от пыли Как мы выяснили уже Годится Называется хоть куда Спасибо за внимание, друзья Подписывайтесь на канал Впереди много интересного Пока